Книга «Открытым оком», том 8. Тема природа. Вопрос 2194. «У вас в Потеряевке прямо в храме летают птички, и даже в алтарь полетает. Разве это допустимо? А теперь видим, что над самыми царскими вратами, прямо под иконой Тайной Вечери, ласточка свела гнездо и корни сердцов», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О том, что написано в Библии, вы возражать, думаю, пока еще не решите. Прочтем, что Дух Святой говорит конкретно о ласточках, и применим это к себе. Псалом 83.4. «И птичка находит в себе жилье, и ласточка гнездо в себе, где положить кинцо в своих, у алтарей в своих. Господи, сил, царь мой и Бог мой». Премудрость 26.2. «Как воробей спорхнет, так ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Исайя 38.14. «Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голод, уныло смотрели в глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня!» Иеремия 8.7. «И аис под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господни». Когда во время богослужения смотришь на эту живую природу, и притом знаешь, что все это точно по Библии, то до души такая радостная молитва течет «Господи, садилай нас подоносными, чтобы голос нас доходил до Тебя, как у этой ласточки, чтобы мы всегда пребывали пред Тобой, как эта птичка нашла себе такую спокойную пристань у алтаря Твоего, Господи, сил. Научи нас искать защиту в Тебе, только в Тебе, чтобы дети наши были в такой же безопасности, как эта печушка, под кровом храма Твоего. Аминь». Разнообразие в творении так дивно. Да безграничность не только то, что видим, там на обратной стороне картины, о, сколько там бесчетного в подвидах, нет одинаковых снежинок даже двух. Пшеничинки различны друг от друга, замысловат узор на пальцах, разный пух, различия, как с севера от юга. Не умолчать, на всем Христа печать, породу и подобие приносит. И это все нетрудно примечать на расстоянии руки, считай под носом. На нескольких квадратах в огороде растет картофель, звекла, красная морковка, арбуз и дыни, овес с горохом подсолнух рядом с перцем и чеснока головка. Вода, земля, прогретый воздух, солнцем воздух, все одинаково, безвкусное на вкус. И семена, сажая их рано, поздно, одно скрывает в землю, другое гонит в куст на все пять органов, что чувствуют еще. Безмерно гамма запаха в подсветке, и семена везде запрятаны в стручок, в какой-то оболочке, как в клетке. Велик создатель голубой планеты, жиздитель, сохраняющий творения. Все песни мною, так и не пропеты, за невозможностью осмыслить мне поленье. Уж я ли не старался удивляться закату и восходу в облаках, но, признаюсь, все так же в первом классе всего коснулся чуть едва, Всего коснулся чуть едва, слегка, но есть еще душа. Тобою взыскан ты дал мне веру, слову твоему, за грань невидимого посчитал бы риском, заглядывать не выдержать уму. 24 сентября 2003 года Игнатий Лапкин